Музыка Музыка Далее Далее Редактор Второй Аудио Редактор Из ISE П mafia Это Музыкальные Аудиоредактор Короче Музык Редактор тут начинается самое интересное. Встроенные аудиоинтерфейсы в компьютерах, так называемые самые популярные Realtek, к сожалению, не справляются с задачей, когда вы подключаете кучу MIDI-контроллеров, захотите что-то прописать, происходят всякие задержки. Ради этого вам понадобится внешний аудиоинтерфейс. Итак, начнем нашу комплектацию. У нас имеется вот такой вот замечательный маленький аудиоинтерфейс. Обратите внимание, у нас здесь стоит большой. Он стоит 500 тысяч рублей, когда вы станете очень большими суперзвездами, и вы сможете купить себе эту авидовскую панель. А пока вы на заре своего творчества начинаете свою музыкальную карьеру, вам понадобится вот такой вот интерфейс Roland 3Capture. Он достаточно бюджетный и функциональный для дома. Стоимость у него там в районе около 6 тысяч рублей, что вполне может, кажется, тебе позволить. Этот аудиоинтерфейс имеет три входа, он так называется 3Capture. Вход для микрофона с поддержкой 48V для конденсаторного микрофона, вход для гитары и вход какого-то внешнего источника, скажем, CD-плеера. На выходе у нас имеется здесь балансный выход лево-право-канал и выход на наушники. Значит, у вас есть аудиоинтерфейс. Отлично. Теперь, как же вы будете это все прослушивать? Вам в этом помогут студийные мониторы или какая-нибудь акустика. Конечно, вы можете пойти в магазин аудиобудовой техники, купить за 3 тысячи что-нибудь и попробовать на этом свою музыку сделать. Но когда вы придете в какое-нибудь другое место и включите в другую аудиосистему, вы услышите, почему так делать не стоит. Здесь представлены у нас замечательные студийные мониторы компании ESI Unique 05. Не скажу, что они самые бюджетные, но и не самые дорогие. У них хорошая передача звука, современная технология. Стоимость за пару таких мониторов 20 тысяч рублей. Помимо мониторов вам понадобятся наушники. Для дома хорошо использовать замечательные уши от компании Sennheiser. В данном случае это модель HD 280 Pro. Прекрасные закрытые наушники с великолепными характеристиками. У меня дома такие же и вполне ими я доволен. Значит, у вас имеется аудиоредактор, аудиоинтерфейс и акустическое оборудование, мониторы и наушники. Уже имея данный комплект, можно что-то создавать в аудиоредакторе, но работа исключительно мышкой. Это неудобно, мы все музыканты, нам нужно большее. Поэтому вам нужна MIDI-клавиатура или контроллер. Обратите внимание, у меня представлен здесь замечательный домашний MIDI-контроллер, клавиатура Axelvox K49J. Очень бюджетная, 3000 рублей стоит, ничего лишнего. Ручка громкости, 49 клавиш, все прекрасно работает. Если вы не вокалист и не собираетесь петь, все, вам больше ничего и не нужно будет для того, чтобы создавать музыку. Но, как говорил Эдди Мерфи в своих комедийных шоу, все хотят петь. И именно для этого у нас есть, вот обратите внимание вот сюда, здесь сзади меня стоит классная комплектация, микрофонная стоечка, микрофон и вот эта вот сеточка, так называемая поп-фильтр. Обратите внимание, вот я могу даже повернуть, каким образом это все подключено. Это правильное подключение данного комплекта. Зачем все это нужно? Микрофонная стойка понятна, чтобы удобно микрофон не держать в руках. Держатель для микрофона вот такой вот, он обычно идет в комплекте с микрофонами. А поп-фильтр нужен для того, чтобы лишние ваши плевки, эски и все подобное не попадало как бы в аудиодорожку. Ну или если попадало, то не так громко. И к тому же микрофон дольше сохранится, потому что его будет непосредственно в него петь. Все будет происходить через волшебную сетку. Значит, для бюджетной студии вам хватит вполне конденсаторного микрофона компании Behringer B1, который представлен, он прекрасно работает. Стоечки, которые, ну там, в районе, может быть, от 1000 до 2000 рублей она стоит. И на дипоп-фильтр. Вот. У нас, значит, имеется. Компьютер. Раз. Аудиоредактор. Два. Аудиоинтерфейс. Три. Мониторы. Четыре. Наушники. Пять. Микрофонная стойка. Шесть. Микрофон. Семь. Поп-фильтр. Восемь. И девятое. Это сама по себе коммутация. Это качественные кабели, которые можно изготовить на заказ в зависимости от того, что вам нужно и какие системы подключения представлены у нас. Здесь у нас все подключено через балансное соединение. Из-за аудиокарточки выходит левый и правый канал баланс-проводы. Идут они в мониторы. Вот. Там есть XLR-разъем, что, собственно, в остальных мониторах всегда присутствует. Вот. Нам нужен микрофонный провод. То есть это кабель номер три. Вот. И, собственно, наверное, и все. Потому что наушников свой родной провод. А по поводу, значит, медиконтроллера и USB-карточки в комплекте идут всегда USB-провода, которые вам помогут. Самое интересное, что все вот это вот благообразие вы потратите, ну, приблизительно 40 тысяч рублей за все. То есть, имея где-то тысячу евро, вы уже дома сможете себе сделать хорошую студию звукозаписи. Теперь немножко я расскажу, как это все работает. Вы, значит, купили себе аудиоинтерфейс. Там поставили редактор, аудиоредактор. Можете его купить лицензионный кубой из пятой. Если там, конечно, вы хотите похулиганить, вы можете на фторентах его найти. Но я вам не советую это. Не совсем правильно. Значит, как? Вы вскрываете коробочку от Roland 3 Capture, в которой обязательно есть диск с драйверами. Вы вставляете диск с драйверами в компьютер и просто следуете инсталляции. Для этого у вас должен быть Windows XP или Windows 7, что, в принципе, у всех есть в данные дни. Следуя инсталляции, там все написано. Вы без проблем подключите аудиоинтерфейс. Далее, вот здесь, в настройках аудио, обратите внимание, внизу есть микшер. И на микшер у вас появится вот такое устройство. Вы должны просто его как устройство воспроизведения активировать. И тогда у вас ваш аудиоинтерфейс уже будет работать. И весь звук будет идти не через родную карту, а именно через Roland в данном случае. Что дальше? Вы открываете Cubase. Вот, собственно, у меня Cubase уже открыт. И имея вот это вот оборудование, которое сейчас, я сегодня записал небольшую аудиодорожечку. Вот, и покажу, как это работает. В аудиоредакторе у нас вот здесь вот сбоку есть аудиодорожки и инструментальные дорожки. Вот, и вы нажимаете правую кнопку мыши, добавляете или Add Audio Track, это аудиоинтерфейс, или инструментальный трек. Инструментальный трек вы добавляете для того, чтобы работать с VST-плагинами, так называемыми, виртуальными синтезаторами. Их достаточно много, некоторые идут сразу в Cubase, в комплекте. Вот, у меня вот используется хороший драм-секвенсер, который называется Battery 3 от Native Instruments. Также у меня в качестве второго звука, там у меня басок прописан, вот, используется тоже от Native Instruments, так называемый синтезатор Massive. Вот, и аудиодорожку, которую я записал предварительно, просто голос на Behringer B1. Пример песенки, всем она прекрасно известна, замечательная группа Queen, я спел кусочек. Вокал у нас на первой дорожке, на второй у нас барабаны, вот, можно просто посмотреть. Вот, на третьей дорожке у нас идет басок, такой вот модный, нынешнее время, дабстеп-басок. Вот, и сделал такой, на свой страх рейс, маленький быстрый эксперимент. Ремейк песенки, вот, послушать, как это все работает. И вперед, нажимаем play. Вот, замечательный куплет песенки группы Queen. На то, чтобы записать все это, ну, у меня ушло, может быть, минут 15. Тем самым, если вы находитесь здесь дома, и у вас, как бы, творческий процесс застал неподходящий момент, вы всегда можете включить компьютер, записать какие-то идеи, их оформить, придумать вокалы. А потом уже, если вы хотите на профессиональный уровень выйти, вы со вашими заготовками, предварительно сделанными, приходите в профессиональную студию звукозаписи, где стоят вот такие замечательные приборы за много денег, и люди вам все сделают красиво. А так, если вы начинающий музыкант, или, опять же, вы продолжающий музыкант, но у вас каким-то причинам нет дома записывающихся устройств, вот такой вот комплект за 40 тысяч рублей вам прекрасно поможет приходить к нам в MusicMag, чтобы приобрести данные комплекта или собрать свой собственный. Спасибо за внимание.